В общем, вопрос такой. Мне показалось, что Вы сказали, что в вопросе правдивости, самим собой, нужно признать себя в какой-то недостатке, правильно, да? И раскаять. Я хотела задать такой вопрос. До какой степени нужно найти середину раскаяния? Потому что, наверное, человек слишком себя за свои какие-то недостатки. Это не раскаяние. Это не раскаяние, это человек просто психует, нервничает перед своими недостатками. Раскаяние – это познание, это не психоз. Сильно раскаяние – это хорошо, но сильно раскаяние – это сильное познание. Когда человек раскаивается, он не психует, он не убивается, не бьет себя головой об стену, нет. Раскаяние означает изучение. И спокойствие, да? Спокойствие, изучение. Я не хочу так действовать, не хочу так жить. Это раскаяние. Но при этом никогда… Вот смотрите, садитесь, я сейчас Вам объясню. Вот, допустим, ушел из жизни близкий человек. Все вокруг орут, воют. Допустим, жена не воет. Она просто думает о нем, желает ему счастья. Ей говорят, ты чего не воешь? Он ушел из жизни, все подумают, что ты его не любишь. Давай, бой. Она говорит, я не буду. Она плохая или хорошая? Настоящая глубина находится в спокойствии. Истерика не признак глубины. Если человек спокойно раскаивается, значит, он глубокий. А если он раскаивается с эмоциями, значит, не глубокий. Если он по-другому может только сниматься, ну, даже в церковь, когда приходишь, ну, и потом у тебя всегда ходят, и, в принципе, ну, хорошо стараются, ну, в хорошем плане. Я всегда в этом случае приведу один и тот же пример. Ученик к наставнику пришел и говорит, я самый падший, мой учитель, я самый падший, я самый падший. Учитель ему говорит, успокойся, ты не самый падший, ты просто падший и все. Не ставь думать о себе, займись чем-то полезным. Эмоция означает нежелание принять просто и все. Когда люди сильно раскаиваются, значит, сильно думают о себе. Займись чем-то полезным, перестань думать слишком много о себе. Пока ты не отвлечешься от себя, никогда не сможешь убедить судьбу. Практически советую. Пришла до какой степени раскаяться, что действительно... Вот смотрите, раскаяние означает, один раз подумал о том, что я сделал плохого, и много раз сделал хорошее в ответ. Вот это называется раскаяние. А не тысячу раз подумал, что я сделал плохого. Один раз подумал о том, что я сделал плохого, и тысячу раз сделал хорошее в ответ. Это раскаяние. А не тысячу раз думать, что я сделал плохой, и один раз делать в ответ хорошее. Нет, раскаяние означает поступки. Сказал себе я плохой, хорошо, нет проблем, теперь стань хорошим. Это просто вопрос о том, как вы сказали, что вы начинаете уважать себя, да? Уважение себе означает поступки. Не означает, что я так набился головой в стену. Супер. Очень уважаю себя за это. Спасибо большое. Я не жалею ни о чем. Все, что понято с трудом, то мне дороже. Хорошо, спасибо вам. Супер вопрос. Про правдивость. Хороший вопрос радует виза.